Здарова народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей и мы с вами продолжаем играть в игру Волк среди нас. Мы на финишной прямой, осталось буквально чуть-чуть, буквально немножко и всё встанет на свои места. Точки встанет над И, карлики встанут над другими карликами, чтобы быть целым большим человеком. Кирпич встанет на кирпич, чтобы построить дом или стенку. Вы встанете на колени, чтобы извиниться перед мамой за то, что много ругаетесь матом или курите в подъезде с пацанами. В общем, все встанут на что-то, главное не вставать и на член, он может не выдержать и сломаться. И на другие хрупкие штуки там. Если вы достаточно жирный, не садитесь на хрупкие столы и стулья. Постойте, постойте, вам полезно, да и еды больше влезет. В любом случае, минутка советов от Сергея Хелье закончилась и продолжится она с помощью нашего бро-чая на счёт три. И раз, и два, и три. Ваше здоровье. Ах, ладно. Что ж, ребята, продолжаем, надеюсь, вам интересно, я рад, что вы со мной. Как бы им вы не были страшными и красивыми, я всё равно люблю вас по-братски. Ведь вы меня любите, несмотря на то, что я страшный урод, который матерится в летсплеях? Надеюсь, да, потому что, если наша любовь невзаимная, я повешусь, после того, как пройду, конечно, но повешусь. Поэтому продолжаем. Ведьмин колодец, здание Вудлендс, рано утром. Субтитров нет. Да, у вас будет возможность. Он вернулся. Скрюченный дядечка. Слава богу. Уёбок. Как ты? Прошли часы. А как я выгляжу? А как я выгляжу? Думаю, было и хуже. Вы хорошо справились, шериф, я удивлена. Не тем, что вы хорошо справились, а тем, что, ну, знаете. Я просто рада, что ты вернулся невредим. Давай переспим, сука. Хотя бы на финальном эпизоде. Ты вовремя проявился, а теперь бросай этому ёбку в колодец. Да, чего ты ждёшь? Ты убил Лили. Это была моя сестра, как ты мог? Что ты скажешь, твоя правда? Я тебя возомнил, ты думаешь, что это имеет право творить? А всё же, что теперь? Короче, балаган. Ну, пиздец, падла, сука, пидарас. Граждане, послушайте меня. Спасибо вам за то, что вы так быстро откликнулись и пришли сюда. Я знаю, обычно мы заранее планируем официальные слушания, но учитывая обстоятельства, я подумала, что будет лучше, если мы это сделаем как можно скорее. Скрюченный дядечка обвиняется в убийстве Веры или... Как я уже сказал вам, шериф. Тех девочек убил мистер Джорджи Борджи, а не я. Что, это был Джорджи? Да, Джорджи убил их, но приказ отдал ты. Мне что, снова придется объяснить вам ситуацию? Минуточку. Ты хочешь сказать, что уёбу, убившая мою сестру, это Джорджи? Ну и где он? Да, ты ведь собираешься арестовать этого пидараса, не так ли? Да, шериф, где сейчас этот отвратительный негодяй? Он ещё жив? Ну, где он? Шериф? Джорджи заплатил за содеянно сполна. Была драка, и он истёк кровью от ран. Всё кончено. Так он мёртв? Ты хочешь это сказать? Не могу поверить, что это был он. Вот видите, преступник наказан. В этом суде это ничего не меняет. Мы разберёмся с этим позже, сейчас же меня интересуете вы. Ты отдал приказ Джорджи, ясно дал мне это понять. Джорджи ясно дал мне это понять. В таком случае, мне придётся им... Я думаю, мне позволят говорить. Тихо, пусть скажет. Ладно, давай, говори. Подожди, мы так не делаем. Я хочу услышать, что он скажет, блядь. После того, как я зачитаю все обвинения, вам позволят защититься. Но не раньше. Если настаиваете. Но вы обвиняетесь в убийствах Веры и Лилии, которые Джорджи исполнил по вашему приказу. Вас обвиняют в подстрекательстве к насилию против многих жителей Фейблтауна, а также в покушении на убийство шерифа Серого Волка. Дважды. Это лишь недопонимание. Вы спонсировали и поддерживали проституцию в клубе Сладкий Десерт. Также вас обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, рэкетти, незаконном хранении и сбытие магических артефактов. Не мешать давайте. Есть ли вам что сказать? Во-первых, Веру и Лилии я не убивал. Поэтому это обвинение можете вычеркнуть. Во-вторых, пиздёж. Их ты убил, хватит разыгрывать комедию, мы знаем, что это... Да ладно, вам это же очевидно. Все заткнитесь на минуту. Ты хотел защититься? Ну валяй. Что? Мы все знаем, что он виновен. Что ему еще сказать? Вскрюченный дядечка совершил преступление против нашего города. И что самое главное, против его жителей. Этих обвинений будет достаточно для смертной казни. Ваше тело сбросит с виднен колодец. Там ему и место. Правильно. Да давайте так и сделаем. Но мы обещали дать вам шанс защититься. И я не стану забирать у вас это право. Какого хуя? Что за хуйня, блять? Все дело справедливости. И если мы хотим сделать наш город лучше, то нам нужно начать следовать правилам. Больше никаких поспешных выводов, никаких секретов. Мы будем относиться ко всем по справедливости, даже когда они этого не заслуживают. Это нелепо. Можете начинать. Благодарю, мисс Снежка. Вы все знаете Джорджи. Мне не нужно объяснять, что он за человек. Он был бесчувственным отморозком. Я нанял его, чтобы сдержать обещания. Видите ли, я пообещал, что его умирающей матери... Это его умирающей матери. Он слишком себя спокойный. Ты собираешься переходить к делу? Он слишком себя ведет спокойно. Да, Джорджи работал на меня, но я не приказывал ему убивать тех девушек. Это был его бизнес. И он непонятно, по какой причине убил двух своих самых опытных работниц. Это такая правда! Джорджи, ты... ты меня пиздеешь. Что ж, я думал, мы обсудили все цивилизованные... Как все... как все цивилизованные люди. Я по твою мать! Вы и правда верите в эту херню? Холли, прошу. Скажи им, Бигби, разве я не помог тебе вчера, когда ты пришел в мое жилище? Я ответил на твои все вопросы, я хотел сотрудничать. Ты не помогал, ты пытался меня подставить. Твои люди пытались меня убить. Иногда они слишком агрессивны, это правда. Они были преданы до конца. Они делали это, потому что хотели защитить меня. Так же, как я защитил их. Ты можешь понять желание защитить то, что тебе не безразлично, не так ли? Ты бы сделал все, что угодно. Ты бы засудил невиновного человека. Может, объяснишь мне, к чему ты клонишь? Ясно. Вы хотите перейти к делу, я ценю это. Давайте-ка я вам объясню. Мои рабочие это наемная помощь, не более. Некоторых я же вижу среди вас. Они не рабы, они сами принимают все решения, как и Джорджи. А как же Лили? Она не была свободной, ей не дали выбора. Ты правда думаешь, что она хотела? Что кто-то из них хотел закончить свою жизнь вот так? Так, прости, Холли, прости, что твоя сестра пришла ко мне, и прости, что я против здравого смысла дал ей неприятную работу. Да, еще ты держал ее в долгах, чтобы она не могла уйти. Да. Так ты поступил с нами, мы были должны тебе. Вы забываете, что не я поставил вас в это положение. Вы все ведете себя так, как будто бы я какой-то тиран. Когда ваше правительство бросило вас и не желало вам помогать, именно я присматривал за вами. Да, но... Мы никого не бросали, мы старались помочь им. Правда. А что насчет тетушки Гриллев? Ее история не редкость. Она оставила все в родных землях, по крайней мере, все, что было важно. Когда все отвернулись, она пришла за помощью ко мне. И что это тебе сделал? Вы вернули мое дерево. Я вернул ее дерево. А взамен мы использовали ее магию, чтобы предоставлять чары бедным сказаниям. Я помог ей, чтобы она могла прокормить себя. А что сделали они? Давно, хотя не очень, но... Они просили прийти поработать на них. Правда? Новый заместитель мэра хочет, чтобы ты работала на тринадцатом этаже? Нет. Волк предложил мне работу. Она хотела уничтожить мое дерево. Раз у нее такие методы, то я бы ее повесила прямо сейчас. Что? Вы хотели сжечь дерево? Я знаю, что ты делаешь. И это не сработает. Ты не можешь манипулировать этими людьми. Мы здесь не обсуждаем. Что, правда? Это важно, и я рада, что он заговорил об этом. Ты знаешь, зачем я приказала уничтожить дерево? Ты работала на Крейну, исключенному дядечку. Это не ее вина. Ты можешь лгать себе, но не можешь... Ты ненавидела Крейна. Ненавидела его за то, что он хотел трахнуть тебя. А ты была слишком мягкой, чтобы увидеть на то, что ради... Дела со всем не исключенным дядечки. Мы совершили ошибки. Я совершила ошибки. Совершала. Но поверьте, я хочу, чтобы наш город стал лучше. И может, пока что вы этого не замечаете, но я хочу, чтобы вы знали. У меня есть дело до всех вас. Шерифу тоже. Ага, конечно. Но я обещаю, что вам всегда окажут здесь помощь. Дела шли неважно в последнее время, но мы делаем все, чтобы защитить вас от таких людей, как он. Скрюченный дядечка эксплуатировал вас. Давал вам ложную надежду на лучшую жизнь. Вы правда думаете, что скрюченный дядечка заботился о вас? Его заботили лишь деньги и контроль над вами. Они правы. Ты все еще боишься его, даже сейчас. Но теперь все будет в порядке. Он больше не будет оккупировать этот город, и те девушки будут отомщены. Соснул, сука. А теперь мы тебя отпиздим и обосым. Может, даже обосрем. Очень хорошо. Ваша речь очень трогательна, мисс Снежка, но это не меняет того, что все обвинения совершенно необоснованы. У шерифа нет улик, которые связывали бы меня с убийствами. Джорджи работал на тебя. Убийг меня есть его признание. Признание, которое никто не слышал. Я, конечно, не адвокат, но думаю, это заявление было бы серьезным, если бы Бигби был не единственным, кто слышал показания Джорджи. Особенно, если вспомнить прошлое к Бигби. О чем ты? Иди нахуй, понял? Я так устал от твоего бреда. Понимаете, о чем я? Бигби? Может, может он, то есть... А вдруг вы не правы? Я просто... Конечно, мы правы. Он мучил всех нас. Ради выгоды. Джорджи убил. Позвольте уточнить. Вы утверждаете, что я ответственен за поступки Джорджи, потому что он на меня работал, так? Да. Конечно. Сука, я знаю, о чем он. Можешь, ты просто уже накерзаткнешься? Все нормально. О чем бы вы ни говорили, давайте быстрее. Раз меня винят за ошибки Джорджи, то мисс Нежка должна ответить за ошибки Бигби. Например. А что вы скажете насчет его обращения с бедным... с бедным Тру-ля-ля, когда он был у меня? Волк сбил его до полусмерти, а ведь Тру-ля-ля был под ваш... под моей опекой? Может, он прав? Сейчас судят тебя. Не переводи стрелки на нас. К тому же, когда это случилось, заместитель Мэра был Крейн. А потом вы решили похитить его. Это было ради его же безопасности. Да, ты прав, Драгуша. Да, ты права, Драгуша. Тогда был главным Крейн. Иногда я не понимаю, в чем между вами разница. Хватит. Значит, вы не отвечаете за поведение сотрудников, но наказываете меня за моих. Это совершенно другое. Мы все... Я не приказывал убивать девушек. Такого просто не было. Джорджи убил Веру и Лили. Конец. Они хотели сделать из меня козла отпущения, лишь бы не отвечать за свои преступления. Это неправильно. О, прошу. Дело не в этом. Все быстро заткнулись нахуй. Я имею в виду определенные привилегии должны быть... Так было всегда. Вы видите? Именно об этом я и говорю. Я протянул руку помощи этому гнилому миру. Кто кроме меня помогал вам? Кто вновь наполнил вашу жизнь надеждой? Кто был с вами, пока они лениво строили свои пирамидки, осуждали вас, относились к вам, как к детям, малым неспособным управлять своей судьбой? Без меня. Кто будет платить вам за аренду, когда вы будете без денег? Что-то типа... Кто посмеет оспорить их жестокость по отношению к нашим дорогим горожанам? Кто защитит вас от большого и страшного серого волка? Кто будет Бигби? Мисс Снежка? Прости, Драгуша, я... Я просто хотела вам кое-что рассказать. Не хочешь немного передохнуть? Что она тут делает? Да, мы же сняли ленточку. Я бы хотела, мне надо кое-что сказать. Конечно, говори. Ты, наверное, не помнишь меня. Я не знаю, почему, боялась сюда прийти. Дорогая, я знаю, заткнись уже! Ты порабощал нас годами. Я расскажу им, что ты делал. Говорил нам, что мы потеряем всё, если перестанем тебе подчиняться. И мы не могли сказать ни слова из этих проклятых лент. Подождите. Ну, знаешь что? Теперь моя очередь говорить. Как ты? Я нашла тело Вивиан. Ты убил её? Он убил? Шериф, это незаконно. Да. Можно считать, что её убил он. Прости, я... Я не могу споить о... Нериса! Меня зовут Нериса! Всё хорошо, дорогуша, всё будет. Этот еблан заказал их смертью. Он заказал Веру и Лили. Это ложь! Я стояла в долбанной комнате, когда он это сделал. Верили мир твои за тебя. Не волнуйся, он за всё заплатит. За это заплатит есть. Он заставил Джорджи убить их. Джорджи никогда бы не пошёл на такое без его согласия. Вы и правда верите этой? Это подтвердят по меньшей мере пять девушек. Мы все слышали этот приказ. Твой приказ. Но это не важно. Что, правда? Похоже, мы нашли улику. Теперь мы в этом убедились. Он виновен. Ну всё, его и вина доказана. Согласна. Значит, всё кончено? Сбросить его в ведьмин колодец! Нет, это слишком просто для этого кривого ебана. Что ты имеешь в виду? Он заплатит за всё, что сделал. Да, как вы можете. Вы все крысы, убегающие вы с одного... тонущего корабля. Хватаетесь за что угодно, лишь бы остаться на плаву. Вот чем вы хотите оплатить за то, что я сделал для вас. Я могу сперва оторвать тебе руки. Тебя это устроит. Ну и ладно. Теперь к приговору. Мы не обязаны становиться убийцами. Ну о чём это ты? Я знаю, что он виновен, но это не значит, что мы должны убить его. Мы можем запереть его. Запрём его навеки. Там, откуда он не сможет выбраться. А вдруг он сбежит? Я могу помочь. Используем магию. Уверяю вас. Этого недостаточно. И будет ещё... Блять, опять галаган. Короче, мы это не будем озвучивать. Послушайте меня. Очевидно, что мы не можем решить, какое наказание будет достойным. Так что за... И так не пойдёт. Кто-то должен выбрать решение. Я буду решать. Так, я буду решать. Почему ты... Он единственный официальный представитель из нас. Точно. Биг Би должен решать. Как по мне, это разумно. Наверное. Хорошо, ладно. Вы уверены? Это не совсем? Этого хочет народ, мисс Снежка. Ладно, мистер Волк. Вам решать. Снежка, я... Просто поступай, как считаешь нужным. Воу, бро. Что ж... Ты попал не в те руки. Закончим это пафосно и жестоко. Ты поплатишь... Всем внимание, я... Так не пойдёт. Да пошёл ты нахуй. Такой пафосный момент был. Я хотел тебе голову оторвать. Ааа, вот оно. Я надеюсь, вы все запомните этот момент. Думайте обо мне, когда попытаетесь уснуть. Я постарю, чтобы они запомнили тебя. Нет, не буду. Ладно, это был злодейский смех. Что ты? Шериф, нет! Давайте закончим это дело пафосно. Господи, фу. Пошла нахуй, Снежка. Она всё равно мне не даст. Снежка это запомнит, блядь. Пошла к пизду. Он слишком много пиздел. Аплодисменты. Как хотите. За Лили и Веру. Да, ещё одного из нас вычеркнули из книг. Да-да, я уёбок, а теперь я пойду в бар и нажрусь. Роскошные апартаменты Улэнс. Днём позже. Зато теперь не будет преступлений. Все засад. Ай да я, ай да молодец. Взял на себя, так сказать, их злобу и страх, что я уёбок. Но зато вакбабага всех. Привет, шериф. Вы придёте к нашему отъезду? Я отвезу ребят на ферму через пару минут. Даже не знаю, подумали бы, вы захотите там быть? Спущусь через минуту. Хорошо, здорово. Прикиньте, это он виновен. И он убийца. Вот все как-то его выгораживали. Ебучая очередь. И не понял, что ты сказал. А, еблед сразу закрыл. Здравствуйте, здравствуйте. Рады меня видеть. Ох, мистер Волк. Ну, Халлоу забыл свои ключи. А, точно, спасибо. И, извините, шериф, у меня куча дел. Да-да, она избегает меня, пошла в пизду, правда. Поговорим позже, хорошо? Доброе утро, мне снежка. Ты опоздал. Да-да, я знаю, что я стал для вас отпущением... Козлом отпущения, но это во благо козлы. Я жертва, я настоящий герой. Книга сказаний. Ребят, мы поступили по-мужски. Ну, знаете. Так сказать, по-геройски. Правосудие. Традиционная процедура при поимке преступников в Фейблтауне. Это бы слушать общество, либо заинтересованные стороны. Однако особые случаи часто ускоряют этот процесс. В реальности нет четких критериев для подобных ситуаций. И степень наказания зависит от того, кого судят в данный момент. Новый порядок. Белоснежка в деле. После того, как Крейн пропал, мэр Коу официально назначит Белоснежку начальником администрации и своим заместителем. Многие скажут, что так нужно было сделать уже давно, еще с тех пор, как она способствовала созданию Фейблтауна и лично участвовала в обеспечении безопасности многим сказаниям. А также она могла... А также она много лет неофициально исполняла обязанности заместителя мэра. Вот так вот. Кто-нибудь может тебя увидеть, Колин? Мой единственный друг. Он что, даже не позвал нас побухать? Че, серьезно? Подмигнул нам и... О, господи. Йеллоу-брик. Дом у дороги. Жаб съебывает? Да, я иду. Уносить его пять минут. Ну так помоги мне, блять, мне плевать. Ты кое-что забыл. О, спасибо. У меня было много дел. Доброе утро, шериф. Охуеть, какой хороший денек. Прости за все это. Я пытался помочь. Но это правда. Какого черта она ссылает меня и моего мальчишки куда... Мальчика куда подальше. Да ты обещал, что дашь мне еще один шанс. Но мисс Лешка сказала, что я в любом случае должен отправиться на эту чертову ферму. Я сказал ей, что у меня есть деньги. Но она даже слушать не стала. Подождите, шериф Бигби. У меня есть кое-что. Знаешь, он плакал всю ночь. Бедный ребенок. Не могли бы вы передать это мисс Белоснежке, пожалуйста? Папа говорит, что нет времени на то, чтобы попрощаться, так что... Если вы передадите ей это, ей будет приятно. Так что... Да, конечно. Я не мог взять их всех с собой, и она сказала, что он ей понравился больше всех. Это ольховый. Он очень большой. Который бьют соком, если их задеть. Ну, в общем, уверен, ей понравится. Она сказала, что он милый. Мы готовы выдвигаться. А каково это жить на ферме? Я слышал, что там обитают огры, и иногда едят спящих людей. Боже, надеюсь, что нет. Нам обязательно уезжать? Я хочу остаться. Не переживай, там будет гораздо безопаснее. Там достаточно места, чтобы бегать, и неподалеку находится славная речка, в которой можно плавать, когда пожелаешь. В любое время дня? Ага. Не придется волноваться о том, что тебя увидят. Там будет хорошо. Ну же, все будет не так уж плохо. Вы бывали там? Нет, я... Некоторым не нравится, когда рядом находятся волки. То есть ты не можешь знать наверняка, не так ли? Все готово. До свидания, мистер Волк. Пока, Тиджей. Эй, Бигби! Где твой друг Колин? Где ебаный свин? Блядь! Верно! То это то, что я думаю. Блядь, я хотел напиздить ему. Так, давайте... Шериф Бигби. После того, как Волк Бигби покинул родные земли, много лет путешествовал по Европе. В новом мире быстро сформировалась колония для сказаний. Белоснежка и пугало... Много... Мире быстро сформировалась колония для сказаний. Белоснежка и пугало выследили Волка и предложили ему присоединиться к Фейблтауну. Он согласился, и Снежка порезала его лекотропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека, когда угодно. Бигби стал шерифом Фейблтауна при администрации короля Коула. Но из-за его кровожадности прошлого... Прошлого... Кровожадного прошлого, многие сказания не доверяют ему. А также ему запрещено подходить к ферме. С того дня он пытается стать лучше в глазах других. Это была последняя заметка. Которую мы открыли. Прощаемся? Привет. Привет. Все еще носишь ее? Ох, да. На шо? Не так уж и просто забыть все это. Я знаю, кажется, что мне следует забыть. Но... Позволь мне помочь. Бигби, я знаю, что ты пытаешься помочь, но это то, что я должна сделать сама. Хорошо? Слушай, я... Я пришла, потому что мне нужно кое-что тебе рассказать. О чем ты? Это о том, что произошло с Верой и Лили. Я даже не знаю, с чего начать. У Веры и Лили, ну и у меня были... был план. Мы хотели уйти, уволиться из сладкого десерта. И тогда Вера решила заручиться некоторыми гарантиями. Она украла совместное фото Крэйны и Лили. Когда Вера украла это фото, у нас появился компромат на одного из подручных, скрюченного дядечки, и если бы он узнал... Я... У меня не было выбора, ты должен понять. Представляешь, что он им сделал, если бы кто-нибудь... Вы, честно, доказались на него. Короче, все в порядке, просто успокойся. Я испугалась, ясно? Я подумала, что если я расскажу все Джорджи, и он сможет убедить скрюченного дядечку оставить нас в покое, могли бы забыть о пропобег, и попробовать снова через пару лет. Ты что? И я рассказала ему все. Я умоляла его пощадить нас. Джорджи не милосерден, ты же знаешь. Но с ним же можно договориться. Я на это и рассчитывала. Джорджи обещал все уладить со скрюченным дядечкой. Но потом... Ну, хоть ты мне дай. Ха-ха-ха, я не знаю. Я не знаю, что произошло на той ночи в клубе Джорджи. Пришел и сказал мне, что кое-что изменилось. Он решил наказать нас, ведь мы его предали. И когда двое из нас сидели там, когда он рассказывал мне это, я... вошла вера. И мне пришлось смотреть, как Джорджи... Подожди, так все это тебе рассказал Джорджи, не скрюченный дядечка, но ты же говорила... Я знаю, что я сказала. Но это ведь не было правдой, а? Какое это имеет значение? Я знаю, что скрюченный дядечка отдал приказ. Я думаю... думаю, в конце концов, это сработало. Я на тебя не в обиде. Я знаю, что он приказал их убить. И я не собиралась позволить ему так просто уйти из-за какой-то формальности. Особенно после... той ночью, после того, как Веру... Я пыталась предупредить Лили, но она не нашла времени в моем плотном графике. Поэтому я сделала то единственное, что могла... В своем там или в моем? Я... я оставила голову Веры у тебя на пороге. Это была ты? Значит, тот кусок ткани, который я нашел неподалеку, был твоим? Да. Я поранила ногу, пытаясь перелезть через забор. Значит, ты начала все это? Я просто указала тебе верное направление. О людях вроде нас всегда забывают. Вскрюченный дядечка рассчитывал на это. Если мы страдаем, то молча. И всех это устраивает. Мы просто... исчезаем. Как будто нас и не было никогда. Я не могла смотреть, как это происходит с Верой. Или Лили. Или Лили. Теперь все будет иначе, я обещаю. Такого больше не произойдет. Пока я здесь нет. Ты все сделаешь правильно. Ты и Снежка. Не знаю. Похоже, что бы я ни делал, этого недостаточно для нее. И для всех остальных тоже. Я просто не могу переубедить их. Я знаю, что тебе так не кажется, но... Ты нужен им, Бигби. Вы оба нужны. Вы двое отличная команда. Вы... Приглядываете друг за другом. Я просто иду и выполняю свою работу, рискую своей жизнью, получаю пулю и делаю то, что должен. Но к концу дня я по-прежнему плохой парень. Я знаю. Но они прозреют, вот увидишь. После всего, что ты для нас сделал. Может, они и не хотят признавать это, но если бы не ты, ничего бы этого не было бы. Ты слушал, когда никто другой бы не стал. Ты знал, когда проявить милосердие. И в конце концов, справедливость восторжествовала. Потому что ты арестовал скрюченого дядечку, и все наконец... Все наконец увидели его истинное лицо. Поэтому я считаю, что ты все сделал правильно. Ты получил эту работу не зря. Если кто-то и смог остановить скрюченого дядечку, то только ты. Надеюсь, это все-таки сделал... Я все-таки сделал что-то хорошее. Ты изменил это место. К лучшему или к худшему, но без тебя Фейблтаун был бы другим. Ты не такой страшный, как все говорят. Это та фраза, которую нам сказала та девушка, проститутка. Мне нужно кое-что тебе сказать. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Мне кажется, что мы раньше встречались. Ты пытаешься сделать то, что мы... Тебе нравится моя лента? Нравится. Какая же была и умера. Плащ прятал ее красотой благодаря тому... Когда-то меня звали, доктор смену сердца, сговорили с собой. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Опа-на. Увидимся, Волк. Я пошел за ней, короче. Ребята. Опа-на. По-моему, будет второй сезон. Судя по всему. Короче говоря, вот как-то так, ребята. История более чем охуенная. Давайте сейчас разберемся с этим и посмотрим, что дальше. Итак, что вы сделали с Георгом? Ну, с Джорджем, то есть. 56% игроков оставили Джорджа умирать. Ну, как бы наполовину, да? 50 на 50 практически. Как бы мы поступили... Не сказать, что как все, но... Дальше давайте. Значит, что вы сделали со скрюченным дядюшкой в итоге? 70% игроков вернули скрюченного дядюшку живым. Короче, мы привели его живым. Так сделали 70% игроков. Я думаю, это объясняется этим, как его... Желанием узнать, что же он скажет, как это будет происходить. Я не жалею. How did you punish? Как вы наказали за скрюченного дядюшку? Вот тут очень интересный ход. 21% игроков всего лишь решили скрюченному дядюшку головы. Это очень круто. Видите, как неординарно. Did you... Короче говоря, вы пообещали... Ну, как бы вы, короче, согласились на то, чтобы отдать подарок Снежке. Ти-Джей. Подарок Ти-Джея и Снежке. 94% игроков сказали, да. Ну, тут прям как мы, короче, как все. Кто-то бесчувственная скотина. 5-3% сказали, жопа или что-нибудь такое. Какие последние слова ваши были, Нериси? 23% игроков сказали, я надеюсь, что я сделал что-то хорошее здесь. Вот. Тоже довольно неординарно, а мы поступили. Что ж, я считаю, прохождение довольно неплохим получилось. Вы, ну, тут увидите то, что не увидели у других, у большинства, да. Поэтому, что ж, нам удалось это не только завершить, но и сделать это интересно. Поэтому можете, можете это как ачивку себе делать. Хорошо. Поехали. Так, чудовище. Вы соврали ему, что видели красави... Ну... Так, что такое? Вы дали ей денег после драки с Дровосеком. Вы оторвали ему голову. Вы брали... Вы брали деньги из Сейфа Джорджа. Вот. Вы дали снять у нее ленточку в клубе Сладкий Десерт. Ну, короче, вот так. Тут просто перечисление действий, которое мы сделали. Вот и все. Что ж, большое спасибо команды Толмиш Тим за оперативный перевод данного эпизода. В отличие от предыдущего, видимо, у ребят появилось свободное время. Все-таки они делают это бесплатно. Большое им спасибо за их труды. Вот. Большое спасибо за то, что они тратят время и переводят так качественно. Это не может не радовать. Огромное им спасибо. Вот. Можете выразить им спасибо, например, в комментариях. Это будет здорово. Я думаю, ребятам понравится. Если вдруг они нарвутся или, может быть, кто-то им передаст. Ну, неважно. Можете этого не делать. В любом случае, ребята, я рад, что вы провели со мной эти пять невероятных эпизодов. Этих с невероятными поворотами. Невероятная история. Вы знаете, мне нравится больше, чем Walking Dead. Walking Dead, он экшен. Но вот вселенная банально. Эти зомби, эти вот это вот. Да, выживание. Я не говорю, что Walking Dead хуйня. Walking Dead просто охуенная игра. The Walking Dead. Но мне подкупает больше все-таки The Wolf Among Us. Потому что вселенная очень оригинальна. Ее супер подали. Классно, классно. Таких игр мало. С такой вселенной. Вот. Ладно, ребята. Ставьте лайки. Обязательно. Прямо сейчас, кто не поставил. Не забудьте. Пишите комментарии. Выражайтесь ваше мнение. Эмоции. Это все поможет мне. И поможет вам раскрепоститься. Если вы недостаточно раскрепощены. Неважно. Вот. Вы смотрели канал Hellplay. С вами был Сергей Хелье. Вступайте в группу ВКонтакте. В группу в Стиме. Добавляйте мне друзьяшки ВКонтакте. Все будет заебись. Обещаю. Ну. А напоследок хочу вам сказать. Пока. Мои дорогие. И до встречи. Завтра. Субтитры сделал DimaTorzok